всем привет сегодня для вас видео с распаковкой посылочек с алиэкспресс будет у меня бы намного больше посылок чем вы видите сейчас на моем столе в этот раз я вам покажу аксессуары бижутерия одежду и прочие товары не будет у меня ничего для дома не для техники косметики поэтому давайте уже приступим я вам покажу более подробно 1 посылочку меня вот такая вот беленькая и на самом деле уже надорвала немножечко вскрыла знаю что находится внутри здесь у меня бижутерия и данная посылка ко мне приехала быстро где-то недельки за 2 трек номер отслеживалась вообще все посылки которые вам сегодня покажу они практически все приехали плюс минус за две недели у всех отслеживался трек номер поэтому не буду в будущем повторяться также сразу хочется отметить что ссылочки на все свои товары я оставлю в описании под видео поэтому если вам что-то понравится то проходите смотрите более подробно и тут у меня четыре различных товара давайте посмотрим каждый по отдельности первое что я здесь вижу это вот что-то вот такое вот интересное здесь у нас вот такая вот цепочка я на самом деле не совсем помню что находится в каждой посылке потому что у меня с бижутерии едет еще несколько посылок также несколько посылок у меня сейчас лежит которая вам хочу сегодня показать поэтому каждый будем смотреть и разглядывать тут у меня вот такая вот цепочка с одной стороны имеется булавка вот с таким бисером далее что-то по типу жемчужной подвесочки тут цепочка на самом деле у продавца все смотрелось очень красиво и у меня нет такой цепочки я не смогла пройти ним потому что меня очень заинтересовало именно вот этот плетение такое необычное интересное и не повторяющийся также мне очень нравится то какого цвета сама цепочка такое благородное золото я бы так сказал очень похож на настоящее золото немножечко только желтея но не сильно хорошего качества именно бижутерия также застегиваются цепочка на вот такую застежку камера конечно же отказалась в этом показать и в конце имеется вот такая вот удлинительная цепочка шариком на конце и конечно же показывая то как данная цепочка смотрится в деле как по мне очень прикольно стильно также она очень комфортная эластичная легко садится по форме шеи ничего нигде не торчит и практически не чувствуется во время носки в общем и целом очень мне понравилось так давайте перейдем дальше следующее что у меня здесь находился это вот такой вот белый чокер на самом деле у меня очень много бус всяких бижутерии сережек а вот чокеров у меня практически нет я их одно время очень побаилась обходила стороной недавно увидел несколько интересных моделей и решил заказать сегодня у меня вот такой вот чокер кружевом даже не кружева а это я бы сказал эластичная резинка с кружевом вот такое вот что-то интересное имеется середине вот такая вот подвеска видит цветочка тут у нас на конце застежка что-то как-то все перекручено но на самом деле я думаю все это можно будет поправить и хорошенечко застегнуть а фурнитура серебряного цвета весна кстати сделано обработано вроде как аккуратненько сегодня камера прям шалит вообще ничего вам не показывает замочек ездит хорошо застегивает расстегивает тоже отлично уже выполнен все аккуратненько и на конце имеется удлинительная цепочка также шариком частенько просто делают обычную цепочку не всегда и шарик на конце то что он здесь имеется очень даже неплохо и также вот эту штуку я так понимаю можно будет убрать и использовать чокер просто как обычную резиночку на шею не обязательно делать подвеску но я ничего убирать не буду я из-за этой подвески вот в таком исполнении мне больше понравилось поэтому я так заказал понравился мне данный чокер в деле смотрится очень прикольно кружево не царапает резинка эластична ничего нигде не сдавливает не перетягивает деле смотрится очень прикольно так давайте посмотрим дальше 3 бусики у меня вот такие даже я бы сказал не бусики а что-то по типу проволоки с подвесками что ли такого варианта у меня тоже еще не было очень интересно как это будет смотреться в деле когда увидела на сайте вообще не смогла пройти мимо надеюсь что можно это как-то будет подгонять по шее вернее по форме шеи что она не будет слишком широким с одной стороны имеется одна бусина такая чисто ради интереса я так понимаю а с другой стороны их намного больше вот такого длинная цепочка также вроде как можно все это сжимать сдавливать да можно делать поменьше поуже и подкрутить как хочется делана аккуратно здесь у нас ничего не откручивается не отвинчивается все крепко такая вот проволока ровненько не царапает и цвет самой фурнитуры без проплешин принципе сделано все хорошо на первый взгляд не вижу никаких изъянов если вы что-то заметите то обязательно пишите после примерки данной бижутерии у меня осталось двоякое мнение вроде сделано все очень хорошо и красиво но на мне это смотрится как-то странно топорщица вернее шеи у меня тоненько а проволока как я не старалась погнуть и сделать по уже она несела прям по моей шее мне кажется равно большевата и смотрит она мне не очень такое ощущение что на деле корове село скажем так мне не понравилось как это смотрится в деле обязательно пишите что вы думаете по данному поводу может быть я не права и на самом деле смотрится очень неплохо но я не осталась в таком восторге как мне хотелось бы Потому что у продавца все это смотрелось намного интереснее. Меня это так завлекло. Но на деле я немножко огорчилась. И последнее, что находилось в моей посылке, это вот такие вот серьги. Серьги, сердечки с жемчугом. Очень интересные, маленькие. Их я заказывала, чтобы можно было носить каждый день. Написано, что Корея. Дизайнерская вещь из Кореи. Как я вижу, тут немножко сзади все погнулось. Ну ладно, не критично. В принципе, эти дужки можно легко выпрямить. Сами серьги выполнены вот таким образом. Очень прикольные. Тут у нас жемчужинка. Тут это пластик, я так понимаю. И с обратной стороны они вот такие вот обычные. Маленькие, аккуратненькие. Очень классные. Как вот были у продавца, так и на самом деле. Нежные, красивые. Нравятся мне. И, конечно же, показываю то, как данные серьги смотрятся на ушках. Я думаю, они очень нежные, красивые. Идеально подойдут как для повседневной носки, так и для особых случаев. На ушах вообще не ощущаются. Легонькие. В них ходить очень комфортно. Я, на самом деле, проходила на них несколько дней, не снимая. И они у меня никакого раздражения не вызвали. В целом, очень понравились. Следующая посылочка, которую мне хочется вам показать, она вот такая вот зелененькая. И, на самом деле, боюсь, открывая прорезать что-либо лишнее, потому что там должна быть одежда. Да, так и есть. Здесь у меня должна быть белая пружинная юбка. И да, на самом деле, как я и предполагала, здесь вроде как юбка. У продавца было две расцветочки, черный и кремовый цвет. Я не стала брать черный, как бы это слишком скучно. Да и, в принципе, брала, по большей части, на лето, на теплую погоду. Поэтому взяла светлую юбку. И давайте ее откроем. Очень шершащий пакет, в котором находилась данная юбка. Она должна быть чуть ниже колена, вроде как. На модели данная юбка выглядела ниже колена. И, в принципе, мне понравилось то, как это смотрелось. Собственно, поэтому и заказала. Подклад скользкий, легкий. Цвет кремовый, темнее, чем кружево. Но прикольно смотрится. Наоборот, хорошо, что отличается по цвету, не сливается. И кружево выделяется. Выглядит более выигрышно. Также мне нравится то, что кружево очень хорошего качества. Мягкое, приятное. Не стоит колом. Прям очень хорошо смотрится. Снизу что-то по типу ресничек, видимо, должно было быть. Но я не люблю, когда слишком длинные реснички. Наоборот, хорошо, что есть чуть-чуть. Но они сильно длинные, потому что это красиво только в начале. А после двух-трех стирок, как правило, длинные реснички начинают туда-сюда скручиваться. И в итоге все это смотрится не очень презентабельно. Поэтому в данном случае все идеально. Также хочу найти этикетку. Я не могу ее найти. Посмотрите, снизу подъюбник хорошенечко обработан. Все сделано вот таким образом. Сбоку оверложено. Снизу оверложено. Строчка ровная. Только в некоторых местах чуть-чуть съехала. Не вижу, чтобы торчали нитки. По крайней мере, пока не нашла. Поэтому не вижу. Также с одной из сторон имеется вот такая вот шлейка. Как бы петелечка для того, чтобы, видимо, можно было где-то закрепить на плечиках. Самое интересное в данном случае, что очень интересно обработана юбка, что я не вижу шва. То есть, как бы я не вижу края. Я так понимаю, это резинка двухсторонняя. Да, собственно, поэтому я и не вижу. Все швы остались вот тут вот внутри, в самой юбке. И сколько бы я ни крутила, ни вертела, я не нашла этикетки. Может быть, она где-то на кружеве. Сейчас тоже перешевыряю здесь. Все. Нет, на кружеве тоже этикетки не имеется. Но качество самой юбки мне нравится. Все хорошенечко сшито, нигде нитки не торчат, только в одном месте. Чуть-чуть буквально съехала строчка, но не критично. Как бы это на подъемнике вообще сзади где-то кто-нибудь никогда в жизни не заметит. Да и я сама вряд ли бы увидела, если бы прям вот так вот пристально это не разглядывала. А так, посмотрите, резиночка очень хорошо вшита. Соответственно, остальные детали тоже. Резинка эластичная, хорошо ездит. Я брала самый минимальный размер, по-моему, это S. На свою талию 60 сантиметров. И, конечно же, вы увидите, как это смотрится на мне, но немножечко позже. Давайте посмотрим сам рисунок кружева. Вот такой вот он интересный. Как бы тут, видимо, в виде рисунка. По бокам вот такие вот дырочки, а в середине имеются вот такими клинышками рисунок. Ну, как клинышками, просто вот разъезжается. И по бокам рисунка имеются дырочки, такие отверстия. Сам рисунок вот такой вот. Не замысловатый, в принципе, ничего такого. И снизу все это выглядит вот таким образом. И вот как на мне смотрится данная юбка. Как по мне, село просто идеально по моей фигуре. Резинка сидит плотненько, не болтыхается, также не перетягивает. Очень комфортно находиться в данной юбке. Под юбник выше колена. Он не сужается, не сдавливает. И также не сильно объемный. Не топорщится снизу. Комфортно находиться в данной юбке. Кружева длиннее под юбника, где-то сантиметров на 15-20. Но это даже хорошо. Так как в деле все это смотрится очень классно. Сама длина юбки ниже колена. Для меня это не очень привычная длина. Но я в итоге планирую носить все это на высокий каблук. И мне кажется, смотреться это будет очень-очень хорошо. Даже лучше, чем в тот момент, когда я вам показываю. В общем и целом, мне юбка очень понравилась. Шита она отлично, аккуратно. Нитки не торчат. Кружево мягкое, ничего нигде не царапает. Постороннего неприятного запаха ткань не имеет. И да, также хочется сказать по поводу доставки данной посылки. Она мне приехала чуть меньше, чем за две недели. Трек номер отслеживался. Следующая посылочка, которую мне хочется вам показать. В ней у меня опять бижутерия. Вообще в этот раз у меня будет очень много бижутерия. Именно эти посылки у меня накопились и приехали в последнее время. Поэтому давайте посмотрим все, что у меня сегодня для вас. Не удивляйтесь, если вам покажут, что их слишком много. Первое, что я здесь вижу, это вот такие вот заколки с драконом. На самом деле не совсем помню эти заколки. Очень давно заказывала, видимо. И уже порядком даже позабыла, что мне должно было приехать. Многие посылки, которые я вам показываю, они приехали ко мне. Некоторые очень-очень давно и просто лежали долгое время. Поэтому я уже стала забывать, что уже находилось внутри. Три дракона в разных исполнениях. Один вот такой вот большой дракончик. Вот так. Второй дракон поменьше и уже в другую сторону открывается. И третий дракон у нас вот такой вот в рамочке. Как по мне, очень классно смотрится. Прикольно. На обратной стороне это обычные невидимки. Я, конечно, постараюсь показать то, как они смотрятся в деле. Если у меня получится. Но если не получится, то сильно меня не ругайте. Классные они. Не могу сказать, были ли они в других расцветках или в других композициях. Потому что, на самом деле, уже позабыла и ничего про них не помню. И да, если все-таки у меня получилось показать то, как данные дракона выглядят в деле. То вы сейчас, скорее всего, видите эти кадры. Обязательно напишите, что вы думаете по данному поводу. Идут они мне или нет. Купили ли бы вы себе такие. Следующий пакетик у меня вот такой вот интересный. Что-то повторяющееся, что я уже заказывала не в этом видео, а вообще имеется в виду. Что-то похожее, наверное. Есть у меня некоторые позиции товаров, которые мне очень нравятся. Но при регулярной носке, естественно, бижутерия быстро теряет свои свойства. Ну, как быстро. Если носить каждый день, то в течение некоторого времени все равно теряет цвет, теряет яркость. И даже повреждается. Может где-то дернуть что-то. Одна из таких это вот такая вот цепочка. Если ее носить регулярно, она окисляется. Я, например, предыдущую свою цепочку не снимала две недели вообще. И ходила мыться и в душ, и в баню, и везде где угодно. И она мне немножечко облезла и почернела. Поэтому я себе заказываю вот такую цепочку. Не в первый раз и, наверное, не в последний. Потому что очень она мне нравится. Именно вот такая вот змеевидная. Прикольная. В деле она смотрится очень хорошо. Похожа даже на настоящую золотую цепь. И да, в данном случае все три цепочки на одном концевике. Нельзя их носить по отдельности. То есть как пришло, так и носим. И здесь у нас три цепочки разного вида, разного варианта. Одна вот такая вот мелкая. Вторая очень интересная. Тоже не широкая. И вот третья такая в виде змейки. Подвесочки тоже две штуки разные. Одна в виде шарика. Вторая подвесочка вот такая вот с надписью Good Luck. И она почему-то, мне кажется, отличается по цвету от всех остальных. Именно сама подвеска. Посмотрите. Или мне может просто кажется, что она более желтая, чем все остальное. И, конечно же, показывает то, как данный набор смотрится в деле. Как по мне, он выглядит очень прикольно. На самом деле, можно его использовать как для особого случая, так и для повседневной носки. Потому что сет довольно-таки легкий, невесомый, не сильно яркий, не выделяется. И даже с обычной водолазкой смотрится очень хорошо и отлично ее освежает. Давайте перейдем дальше. Следующее, что у меня здесь. Еще какой-то набор цепочек. Надеюсь, в данном случае их можно носить по отдельности. Потому что я не очень люблю, когда все это на одном замочке. Мне все-таки хочется иногда компоновать с другими цепочками, которые уже у меня есть в комплекте. Что-то менять, что-то добавлять. Или носить по отдельности. Поэтому я люблю, когда все это разное. И, возможно, в будущем я это переделаю и застежки добавлю сюда. Как бы у меня застежки есть, колечки есть. И, может быть, и как-нибудь подремонтирую. Подумаю, посмотрю. Первые бусики в этом наборе, они как бы из жемчуга. Но это пластиковые бусины. Выполнены, в принципе, неплохо. Прикольно. На отдельном замочке имеется удлинительная цепочка с концевиком. Замочек, надеюсь, в данном случае работает. Кстати, мы вот тут не проверили, работает он или нет. Но я думаю, работает. Если бы не работало, я бы вам уже сказала об этом. Добавила там, где я показываю данную цепочку. Потому что я, когда монтирую видео, все равно потом пересматриваю, добавляю. Если какие-то изъяны или недостатки, допустим, не сказала, то я это все равно проговариваю и говорю уже после. Даже несмотря, что я отсняла, например, как-то по-другому. Второй вариант у меня тут все на одном замочке. Я почему-то, когда заказывала, видимо, думала, что это будет все на отдельных замочках. Но нет. Вот так вот все это выглядит. В данном случае тоже замочек работает. Все хорошо. И тут у нас цепочка в виде бисера вот такого. Именно этот набор я планировала носить. Данную цепочку из бисера отдельно от всего остального. Мне хотелось именно вот эту надеть. Я немножко расстроена, что все это на одном замке. Ну ладно, далее у нас идет вот такая легкая невесомая цепочка с такими медальончиками. Прикольная, легкая. Также тут идет вот такой медальон с розой. По-моему, где-то я уже встречала эту розу. И да, в начале видео был чокер белый кружевной. Вот там была просто роза. Как бы подвеска роза имеется в виду. Но мне кажется, что я именно вот прямо в таком исполнении уже где-то видела. Прям один в один у меня было. Но это не точно. Я могу и запутаться. Так, в целом, в общем, в принципе, мне кажется, вроде неплохо смотрится все это. И вот так вот выглядит данный набор в деле. Как по мне, несмотря на то, что здесь довольно-таки много различных цепочек и подвесок. В общем, это не перегружает образ и смотрится очень гармонично. Я однажды как-то заказывала до этого тоже набор цепочек. Вроде все это пришло в одном наборе, но вместе смотрится слишком тяжело, как перебор. А вот в данном случае все смотрится идеально, красиво. Очень хорошо дополняют друг друга. Практически не ощущаются. Только подвеска с розой как-то тянет вниз. А все остальное очень легкое и невесомое. И в процессе носки можно даже забыть, что что-то надевали. И последнее, что у меня находилось в данном наборе, это что-то такое тяжелое, объемное. Давайте посмотрим. Здесь у меня прям вот такие брутальные цепочки. Прям heavy metal. Не знаю, куда я смотрела. Бывает иногда нужно что-то надеть под строгую рубашку или как-то под что-то такое. И разбавить образ, чтобы быть не сильно ванильно няшной девочкой, а добавить какой-то брутальности, жесткости. Вот для таких случаев я заказываю что-то подобное. Так как они не перегружают образ, не кажутся слишком тяжелыми, но и создают какой-то свой отпечаток всему остальному, что надето. В данном случае обычная вот такая серебристая цепочка. Вернее, под серебро обычная тяжелая цепь на отдельном концевике. Далее еще одна какая-то цепь. Ой, я узел только что завязала. Следующая точно такая же цепочка, только уже с подвеской. И вот в данном случае даже все оклеено, посмотрите, пленкой с двух сторон, чтобы при транспортировке медальончик не поцарапался. Я знаю, что многие на подобных медальонах делают гравировку, там с любовью, навечно что-то такое. И как бы можно, в принципе, пойти сделать гравировочку или носить просто так. Обычный тоже концевик, все. И также обычная застежка отдельно, все хорошо. Открывается, закрывается. И третья цепочка точно такая же, только с другой подвеской. И она покороче, чем предыдущая. Вот в данном случае мне очень понравилась вот эта булавка. Стильно, необычно. И с учетом того, что я люблю шить, это еще какая-то тематика к тому, что мне нравится, к моему хобби. И четвертая цепочка в данном наборе. Вот такая вот амбарная цепь тяжелая. Очень классная, прикольная. Посмотрите, тут два замочка. Посередине колечко. Кстати, можно это колечко убрать и замочки просто соединить между собой. И с другой стороны также имеется застежка. Как бы вот эти застежки, они выполняют декоративную функцию, не для расстегивания. Но если уж вдруг здесь сломается, то можно ими тоже пользоваться. Очень функционально. Здесь у нас вот такой вот замочек. И в данном случае, как мне кажется, замочек намного крупнее, чем предыдущие замки. Да, он под стать цепочки. Такой мощный, крупный. Все остальные более нежные. Я показываю последний сет в данной посылке, как он смотрится в деле. И как я ожидала, он очень брутальный, такой яркий набор, выделяется из толпы. И я, скорее всего, не буду носить все четыре цепочки вместе, потому что это прям слишком много железа для меня. Я буду носить каждую цепочку по отдельности. Также компоновать с другими, возможно, по две, по три. Но все четыре, мне кажется, слишком много и слишком брутально для моих образов. А так, в общем и целом, набор классный. Мне очень понравился. Никаких изъянов не обнаружила. Следующее, что мне хочется вам показать. Этот товар я заказывала не для себя. Его меня попросили заказать. Но так как я оформляла заказ сама, поэтому я могу вам показать. Здесь у меня находятся волосы черного цвета. У продавца данные волосы были в различных расцветках. Но меня попросили заказать именно черные. Поэтому, собственно, их я и выбрала. Как вы видите, все это приехало вот таким образом, запакованное. Также все это в сетке. Посылка ко мне приехала быстро. Где-то недельки за две с половиной. Трек номер отслеживался. Избавился от этой сетки. Волосы длинные, мягкие. Блин, вообще классные волосы. Прям повезет тому человеку, кто меня просил заказать. Потому что они очень приятные. Волнистые, немножечко такие. Как бы, можно сказать, голливудские локоны, что ли. Боюсь прям распушить и что-либо испортить. Посмотрите, как это все смотрится в деле. Их тут очень много. Прям они густые. Можно заплести огромный хвост. И на самом деле, данные волосы, наверное, отлично подойдут для какого-либо плетения. Потому что, я знаю, сейчас многие покупают такие волосы. Я, Настя, кто купил подобные волосы для того, чтобы можно было заплести тугие косички, как бы, из своих волос. А вот эти покупные их, можно сказать, пришивают. Но не пришивают там своя технология крепления данных волос. Но, я скажу так, пришивают к вашей голове. Таким образом, пока эти косички не распушатся, все это носят. Наверное, для такого же заказывала в данном случае. Но я, конечно же, не смогу показать вам то, как это смотрится в деле. Скажу просто по своим ощущениям. Волосы очень мягкие. Похожие на натуральные. Но это не натуральные волосы. Это искусственные волосы. Очень-очень хорошего качества. Также, данные волосы не имеют никакого запаха. Вообще, практически ничем не пахнут. Вот так все завязано. Здесь также резиночка, чтобы они не разворачивались. И вот, несмотря на то, что я их распушила, сейчас я их вот так вот закручу. Посмотрите, они обратно также отлично собираются. Ту же форму, в которой они приехали. Давайте, наверное, покажу все-таки, какой длины данные волосы. И мы перейдем дальше. Взяла линеечку. И мне кажется, мне ее даже не хватит. Потому что волосы длиннее, чем моя линейка. Даже больше. Так, 50. И отсюда еще 60 с лишним сантиметров. Почти 70. Очень длинные волосы. На самом деле, как и обещал продавец, видимость соответствует. Я не помню, какая была длина указанного продавца. Но, скорее всего, такая была. Волосы мягкие, блестящие. Хочется их трогать и трогать. Но давайте перейдем дальше. И да, чуть не забыла сказать. Цвет данных волос 1B. И пока совсем не убрала данные волосы, я сказала, что их можно пришивать. И как бы делать при помощи них что-то подобное наращивание. Но я знаю, также многие данные волосы используют для создания причесок, плетения косичек. И для того, чтобы также сделать более объемным хвост. Ну или увеличить длину хвостика. Тоже, мне кажется, отлично подойдет и не будет заметно. Следующая посылка также у меня с бижутерией. Здесь у меня одни бусики. Вот такие вот. И что самое интересное, данный бус я заказывала с теми, что я вам показывала в начале видео. Подумала уже, что мне ничего не пришло. Хотела было после съемки пойти открывать спор, так как они у меня были в заказе. Но нет, все приехало. Поэтому никакой спор открывать не будем. Я когда заказывала, думала, что все три цепочки будут на отдельных замочках. Как бы все это можно носить по отдельности. Но нет. Тут у нас две цепочки на одном замочке, а одна цепочка отдельно. Замочек здесь работает. Также имеется удлинительная цепочка. Меня привлекло то, что здесь цепь очень необычная. Такая в виде змейки. Прикольно. И также вот эти бусинки в деле смотрятся круто. Они легкие, невесомые. Очень здорово смотрятся. Не ощущаются приноски. Почему так говорю? Потому что я уже носила подобное. У меня уже была практически такая же цепочка. И поэтому я знаю, как она выглядит в деле. Просто в данном случае цепь немного другая. Я решила заказать этот набор. В данном случае все три цепочки разной длины. И можно их носить так же вместе. Они просто будут лежать каскадом. Цвет цепочки мне нравится. Сделано вроде неплохо. Ну и конечно же показываю то, как данный набор смотрится в деле. Как по мне очень нежно, невесомо. Как я и предполагала в носке. Они не ощущаются. Очень легкие. Идеально подходят для ежедневных образов. Не утяжеляют, не перегружают образ. Цвет у цепочек ровный, хороший. В общем и целом мне понравились. Никаких изъянов не обнаружила. Следующая посылочка у меня маленькая. Я уже ее вскрыла. Знаю, что находится внутри. Здесь у меня находится платок. Вернее даже не платок, а шарфик для волос. Я его покупала для того, чтобы когда делаю хвостик. Или заплетаю косичку. Плетать данный платок в свою прическу. Расцветка у моего платка вот такая. С одной стороны надпись Франция Париж, а с другой стороны вот такой вот рисунок. Вообще у продавца было множество различных расцветок. Я долго думала и выбирала, что же мне такое заказать. Чтобы было и стильно, и красиво, и не сильно броско. И сочеталась большая частью моих вещей. И остановила свой выбор вот на таком платочке. Как он сшит, мне нравится. В принципе, нитки нигде не торчат. Не вижу ни одной ниточки. Также не могу сказать, конечно, насколько ровные строчки и швы внутри. Так как все это спрятано. Но снаружи ничего не торчит. И в принципе, если так смотреть по внешнему виду, все вполне ровненько и хорошо сделано. Сейчас мы с вами измерим, какой длины данный платок. Если брать по самой длинной части, вот по этим кончикам, то получается 41 см на 2, 82 см сам платок. Если брать по короткой части, то получается практически 72 см. И ширина моего платочка 5,5 см. Мне вот эта вот сторона очень понравилась. Но на обратную сторону я и не обратила внимания. Мне главное было, что вот эта вот сторона очень прикольная. Я думала, что с обеих сторон будет один рисунок и этот. Но, как мы видим, стороны отличаются. И это даже прикольнее, чем если бы они были одинаковые. Очень необычно будет смотреться. В общем и целом, платочек мне нравится. Посылка ко мне приехала быстро. Менее чем за 2 недели трек номер отслеживался. Следующая посылочка у меня тоже маленькая. Здесь у меня также находится бижутерия. Вот в данном случае я вскрыла, но еще ничего не доставала. Как я вижу, здесь у меня находились серьги. Они у продавца были очень красивые и необычные. Мне так понравились. Я просто обалдела, как они смотрелись в деле. И на ушах не смогла пройти мимо. Давайте покажу вам поближе. Они в золотом цвете. Металлические, такие вот увесистые, но не тяжелые. Посмотрите, какие они здоровские. Как смотрятся со стороны. Ой, я прям обалдюю. Мне так нравится этот рисунок. Вернее, этот цветок, я так понимаю. Но вроде с одной стороны кажется, якобы листья легли в такой пропорции. А с другой стороны все это вырисовывает цветочек. И поэтому, мне кажется, что это цветок. Также, что хочется отметить. Продавец к серьгам положил в комплекте вот такие вот заглушки. Не две штуки, а три штуки. Видимо, если одна сломается, чтобы можно было всегда заменить. Потому что частенько у них вот эти вот заглушки куда-то что-то там перекручивается. И плохо все это закрывается и открывается. Интересно то, что данные серьги пришли не на бумажке, как обычно. А приехали вот в таком пакете, на котором что-то написано. Ни по-русски, ни по-английски. В принципе, от этого они хуже не стали. И самое интересное, что они были довольно-таки неплохо запакованы в пупырку. И не пострадали. Даже вот эти вот кончики. Ничего никуда не загнулось. Все приехало целое. Обычно бывает, что вот эти штучки, они куда-то загибаются, съезжают. Бывает, даже ломаются. Но нет. В данном случае все хорошо. И с обратной стороны данные серьги выглядят вот таким образом. Ну и, конечно же, показываю то, как данные серьги смотрятся в деле. Как по мне, они такие классные. В деле смотрятся очень необычно. Выделяются из общего образа. Но не сильно. Они очень дополняют многие мои платья. Многие блузы. Но не перебивают на себя внимание. Просто дополняют образ. Они не тяжелые на ушах. Практически не чувствуются. Но все равно ощущается то, что они есть. Не получится так, что вы их надели и вообще не ощущаете. Нет. Они все равно будут чувствоваться. Но в пределах разумного. Как бы уши от них у меня не болели. И да, посылочка ко мне приехала быстро. Где-то недельки за две с половиной. Трек номер отслеживался. Следующая посылочка, которую мне хочется вам показать. В ней у меня находится платье. Но оно такое необычное. И немножечко даже откровенное. Скажем так, я не буду показывать то, как оно смотрится на мне. Я вообще, когда смотрела у продавца, мне казалось, что это выглядит немножечко по-другому. Но когда пришло, я немножко удивилась, насколько оно открытое. В первую очередь, я данное платье приобретала для того, чтобы надеть его на фотосессию. Для определенного образа. И не знаю, в итоге надену я его или нет. Также я вам сегодня покажу один из тех товаров, тоже, который покупался для фотосессии. Для образа, как бы не для повседневной жизни. Поэтому не удивляйтесь некоторым вещам, которые я вам сегодня покажу. Платьишко у меня в размере S. Вот такая вот этикеточка. Оно надевается на одно плечо. Оно открытое, такое облегающее. И платье сделано из сочетания ткани и сетки. Здесь у нас синтетика, а здесь вот такая вот сеточка телесного цвета. В принципе, данное платье сделано так, чтобы скрывать все пикантные моменты на теле. Как бы грудь перекрывается практически полностью. И также тут только сбоку чуть-чуть оголяется. Но не знаю, говорю все же, я не уверена, что я его осмелюсь надеть. Мне почему-то казалось, что все это будет немножко по-другому. Будут меньше вырезы и не так будет много откровенности. Поэтому, возможно, в итоге я его не надену даже на фотосессию. С чего сделано? 95% полистер, 5% спандек. С Madden China. То, как нужно пользоваться. У продавца были различные размеры. Расцветка была одна. Послышка приехала ко мне за три недели. Трек номер отслеживался. И, в принципе, то, как сделано, мне нравится. Вроде как все хорошо. Нитки не торчат. Все швы ровные. По крайней мере, все, что я посмотрела, все мне нравится, как сделано. Все аккуратненько. Но вот я говорю слишком откровенно, слишком открыто. И я, скорее всего, не осмелюсь. Но раз уж заказала, решила все-таки вам показать. Потому что, думаю, вдруг все-таки вы меня переубедите. И скажете, что для фотосессии можно надеть. И ничего такого в этом не будет. Далее у меня идет еще один пакет с бижутерией. Я сказала, у меня сегодня ее будет очень-очень много. На самом деле, много приехало. Все это хочется вам показать для того, чтобы можно было пользоваться. Как вы видели, я еще пакетик не вскрывала. Данная посылка ко мне приехала быстро за две недели. Трек номер отслеживался. Хотя, в принципе, они все так примерно плюс-минус приехали. И не думаю, что стоило повторяться каждый раз. Первый комплект в золотом цвете. Дальше вроде как все идет в серебряном, что ли, цвете. Да, практически все. Первый набор у меня идет из четырех цепочек. Сейчас самое интересное, будут ли они на разных застежках или придут на одной. Потому что, я говорю, люблю, когда все это на разных застежках, можно их носить по-разному. Первая цепочка у нас вот такая. Мы ее уже сегодня видели в виде змейки. Я уже сказала, одна из моих любимых цепочек, поэтому я ее часто заказываю, так как ношу регулярно. Дальше идет вот такая цепочка с подвеской бабочка. И тут они перекрутились. Вот такая вот бабочка. Очень нежная, легкая. И данная бабочка не сочетается, как мне кажется, по цвету золота с самой цепочкой. Да, немножко отличается. Потому что она более желтая. Но, в принципе, смотрится очень прикольно. Она легкая. И, если что, ее можно снять. А цепочка сама выглядит вообще как натуральная. Настоящая цепочка. Если не знает никто, вообще не поймет, что это не золото. Третья цепочка из данного комплекта. Она вот такая. Вот, по-моему, мы сегодня наподобие уже видели. Только в серебристом цвете. Я уже запуталась, пока снимала. Ловину забыла. Такая вот память у меня. И четвертая цепочка. Тоже с подвеской. Очень красиво смотрится. Тут такое сердце. Напоминает мне фильм Титаник. Там было что-то подобное. Можно подумать, что это оттуда. Как вы уже, наверное, поняли. Все четыре цепочки пришли на разных застежках. Они все отдельные. Их можно комбинировать, как захочется. Ну и по традиции показывают то, как эти цепочки смотрятся в деле. Как они выглядят все вместе. Как во мне. Очень прикольно. Необычно. Я бы немножечко их виды изменила. Убрала бы все-таки эту бабочку. Так как, мне кажется, она немножечко удешевляет весь образ. Все остальное смотрится очень хорошо. И выглядит намного богаче и дороже, чем оно есть на самом деле. А вот эта бабочка, она портит все представление прекрасно. И она на самом деле выглядит не очень. Но это только мои предпочтения. Возможно, кто-то со мной не согласится. Следующее, что у меня здесь находилось, это вот такие вот серьги. Они круглые. Серьги-гвоздики. У продавца они смотрелись так классно. Я прям обалдела от них. И прям очень ждала, когда же они мне приедут. Потому что мне так они понравились. Я так их сильно хотела. Но на фотографиях все-таки немножечко уступает. В деле они смотрятся еще круче. И мне прям очень-очень нравится. Сами серьги-гвоздики выполнены вот таким образом. С обратной стороны. Камера не хочет показывать. И вот так вот все это выглядит с лицевой стороны. Тут у нас такая вот как бы бусина жемчуга. Также имеются заглушки, которые идут в комплекте. И все это пришло вот на такой бумажке. В принципе, все вполне неплохо. Показываю то, как данные серьги смотрятся в деле. Они очень легкие, невесомые. На ушах не ощущаются. Носить их очень удобно. Я их надела и забыла про них. Ушки они не тянут. Ничего не сковывают, не болтыхаются. Они мне очень понравились. Поэтому ничего плохого про них сказать не могу. Следующий пакетик. Тут уже идет бижутерия в цвете серебро. Давайте посмотрим, что же здесь как. Тоже узнаем на одной этой застежке или на нескольких. Чуть-чуть подвину сюда в сторону. И так, там-там-там. Ой, вроде все на отдельных застежках. Здесь сколько вообще? Раз, два, три, четыре цепочки вроде. Первая, как обычная цепь. Нет никаких подвесок, кулончиков и чего-либо. Такая вот с застежкой, с концевиком, с удлинительной цепочкой. Вторая, тоже как обычная цепь без подвесок. Но уже сама цепь очень интересная. Такая крученая. Посмотрите. Очень напоминает шпагат. Такой канат, что ли. Но очень прикольно смотрится. Блин, здорово. Мне она очень понравилась. Хорошенькая. Здесь у нас уже выполнена вот таким образом обработана. Также имеется застежка отдельная и удлинительная цепочка. Третья у нас вот такая вот цепочка в виде змейки. Только уже в серебряном цвете. Как я говорю, уже 500-й раз моя любимая цепочка из всех. Вернее, модель цепочек. Вот эта мне тоже очень понравилась. И последнее, что находилось в данном наборе, это вот такая вот обычная цепочка с подвеской. Вот с такой подвесочкой. Главное тут, чтобы оно не перекручивалось. И данная подвеска смотрела ровно. Потому что я вот сейчас смотрю, она смотрит вниз. И если носить в деле, и это все будет смотреть вниз, не очень красиво. Надеюсь, что когда я буду надевать, все это будет лежать вот таким образом. И никуда не перекручиваться. Ну и показываю, как этот набор смотрится в деле. Сразу хочется сказать про минусы. Как я предполагала, данный глазочек на цепочке все-таки переворачивается и смотрит вниз. Если использовать данную цепочку во время ходьбы, при ежедневной носке. Но если сидеть статично, допустим, для съемки видео, поправить данную бусину и особо не шевелиться, то тогда да, она смотрит прямо. Но я думаю, это не для всех подойдет. Как бы постоянно сидеть, поправлять. Я не любитель такого. Я люблю, чтобы я наделала, забыла и пошла заниматься своими делами. Потому что даже во время съемки видео постоянно дергаться, поправлять. Или следить за тем, чтобы глазочек смотрел прямо. Мне этого не очень хочется. Конечно, это маленький минус. Но есть, конечно же, и плюсы. Потому что данный набор очень классный. Отлично сочетается с многими вещами. Цвет хороший, ровный. Ничего нигде не плешивит. Замочки все крепкие. В общем и целом, мне этот набор понравился. Если бы не этот глазочек. Но я думаю, это мелочь. И я вообще не расстроилась, что есть вот такой вот маленький момент. Ну и последний набор. Я уже думала, что я засняла. Оказывается, камеру не включила. Поэтому уже все вот в таком виде. На самом деле, последний набор выглядел вот таким образом. Все это находилось на бумажке в отдельном пакете. И данный набор из двух частей. Первый из которых это три цепочки на одной застежке. Я заметила, вот такой вот есть маленький изъян. Как бы тут одну из цепочек. На деле не на самое крайнее звено. В этот момент мне нужно будет немножко поправить. А вторая цепочка, она вот такая вот с вишенкой. И очень-очень классно выглядит. Собственно, эта вишенка меня и покорила. Сама подвеска выполнена из пластика. А цепочка металлическая. И что мне понравилось, это то, что продавца данной вишни смотрелась так классно, так сочно. Мне так они понравились. Я заказала. И вот сейчас я на них смотрю и понимаю, что в деле они смотрятся еще круче, чем на фото. Потому что они полностью повторяют всю физиологию вишен. Ну, как не физиология, а именно рельеф. То, как она выглядит по форме полностью. Даже цвет очень похож. Хочется просто скушать данные вишенки. Очень натурально, красиво, здорово. Мне нравится. И как выполнено, я тоже уже посмотрела. Все везде хорошо. Замочки работают отлично. Имеются удлинительные цепочки. Данный набор можно носить как вместе, так и по отдельности. И примерно одна и та же длина у всех этих цепочек. Они будут лежать как бы каскадом. И не будет какой-то кучмалы. Ну и, конечно же, показывают то, как данный набор смотрится в деле. Очень мне он понравился. На самом деле, я в восторге от этих вишен. Ни капли не пожалела, что заказала данный набор. Единственный момент, который я заметила. Данные цепочки имеют свою тяжесть. И на шее они ощущаются. Для меня это не является минусом. Так как они компенсируют то, как я выгляжу в данном наборе. Но так как я это заметила, поэтому не могу вам об этом не рассказать. В общем и целом, набор мне очень понравился. Вишенки просто покорили мое сердце. И даже спустя некоторое время, эти вишенки не потеряли для меня свою очаровательность. И все равно я от них в восторге. Субтитры создавал DimaTorzok